Книга «Открытым оком», том шестой, тема «Покаяние». Вопрос 1519. В притче о блудном сыне, Лука 15, 11-32, мы рассматриваем образ младшего сына. А кого Господь подразумевает под образом старшего сына? И не оба ли сына были блудными? И есть ли связь между этими сыновьями и в притче Матфея 21, 28-30? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Старший сын — это тот, кто не покидал дома отца своего, но как жил с детства, так и живет. В этой притче изображен сын, который жил в доме отца, а потом ушел. Считается, что это повесть об отступниках, а не о безбожниках, которые никогда и не знали отца, и не могут потому и вспомнить у свиных корыт про трапезы, какие были у него в доме отца. В таком случае старший, остающийся всегда в лоне церкви. Но вот на проверку в конце притчи он уже не только не вызывает восхищения, но его облик тускнеет. И он пред отцом даже не на уровне с младшим. Он судит, он знает даже откуда-то проблуднить с меньшего братишки. Он ропщет, он недоволен отцом, он выговаривает своему родителю. Это наглядно видно в житии Саафа и Варлаама. Матфея 21, 28, 30 А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал «Сын, подойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ «Не хочу», а после, раскаившись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца. Говорят ему «Первый». И Иисус говорит им «Истинно говорю вам, что мы, тыри и блудницы, вперед вас идут в Царство Божие». Второй сын не был блудным, но духовно он начал блукать совсем не в том направлении. Во второй же притче о двух сыновьях говорится не об отступившем и вернувшемся, а о многообещающем и ничего не делающем. Матфея 7, 21 Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Образец еврейства и язычества. Субтитры делал DimaTorzok